Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем привет! Вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале КМА. Меня зовут Юлия Старостина. Сейчас мы находимся в месте, которое просто пропитано атмосферой искусства и творчества. Мы на персональной выставке Балхии Мухамеджановой, которая называется «Сказки беременной Мурены». Репортаж на телеканале КМА. Продолжение следует... Балхия. Название сегодняшней выставки – сказки беременной Мурены. Расскажите, пожалуйста, почему именно такое название, как оно пришло вам в голову, почему именно Мурена, почему именно беременная? Беременная Мурена – это уже своего рода псевдоним у меня, потому что у меня было две выставки «Беременная Мурена», у меня была серия картин «Беременная Мурена». Ну и на самом деле вот в подвале у родителей я нашла акварель «Злая рыба», которая такая, ну тоже она беременная, то есть беременная Мурена, то есть это что-то такое уже давнее. Ну и на самом деле мне очень нравится название Мурена. Нравится эта рыба. Рыба на самом деле уже боится людей, хотя она хищная, опасная, но на данный момент она уже людей боится, не люди боятся ее. Объективно уже люди больше вреда приносят Муренам, чем Мурены людям. То есть Мурена как-то всегда была в вашей голове, да, можно сказать? Она там не появлялась с каким-то событием в один момент, а вот просто была, просто понравилась когда-то? Ну, эта идея как-то возникла сама. Откуда-то, не знаю, откуда-то, откуда-то не знаю откуда. Ну, это вот как раз тот случай, когда я картину увидела. То есть я уже ложилась спать, я увидела картину, я ее начала рисовать. То есть я сделала набросок, ну, как я ее вижу, как я ее представляю. И потом я уже, то есть это вот когда я так вижу картину, я ее потом зарисовываю просто. А Белой Вороной я на самом деле сама себя чувствовала очень долго. Может быть и сейчас просто уже привыкла. Вот. То есть это вот своего рода тоже автопортрет. То есть я себя чувствовала Белой Вороной. Маленькая была я себя чувствовала Белой Вороной. Взрослая стала я себя чувствую Белой Вороной. И я так подозреваю, что я буду старая. Я буду по-прежнему Белой Вороной. То есть на самом деле можно быть Белой Вороной, но выжить и прожить длину долгую жизни. То есть картина об этом. А то, что вы видите на фоне, это вот, ну, Белая Ворона, она же не одна, не в пустыне, она себя белая чувствует на фоне именно черных ворон, которые ее окружают, которые не всегда дружелюбные или часто недружелюбные. Ну, по-разному бывает. На самом деле, у каждой картины есть... Вот мне очень нравится, когда посетители рассказывают то, что они сами видят, то, что им нравится, то, что они видят, чувствуют или у них как-то отзываются, ту историю, которая формируется от общения с картинами. Например, про маленького ворона белого. Есть история, мальчик, вот он смотрел, он говорит, это нарисовано то, что я чувствовал, мальчик, со слов мальчика, то, что он чувствовал, когда взрослые его оставили в незнакомом месте. То есть он себя вот так чувствовал, что он окружен какими-то посторонними, и он себя чувствует вот так. Ну, такая интересная вот история. Его интерпретация. На самом деле, вот когда я сделала «Белых ворон», я узнала, насколько много в мире белых ворон. То есть это своеобразный тест такой, когда люди смотрят на картину и говорят, «Ой, это же я, я белая ворона». И иногда кажется, что человек обычный, ну вот он не выделяется чем-то на первый взгляд, но он смотрит на картину и говорит, это я. И ты понимаешь, что он белая ворона, он внутри себя чувствует белой вороной. Таких много оказалось, намного больше, чем я думала. Кто-то вот именно черные вороны. Вот у меня есть там акварельная черная ворона. Есть те, кто говорят, нет, а мы вот черные среди вас, белых ворон, и нам тоже не всегда комфортно. Это вот на самом деле как своеобразный тест получился. То есть люди четко говорят, «Ой, это я, белая ворона». Или такие «М-м-м, вороны». Ну, оно сразу как-то понятно, оно такое вот, как своеобразный индикатор. Откуда у вас появляется вдохновение на ваши картины? Где вы этим вдохновением заряжаетесь, где вы его берете? Это может быть что угодно. Это может быть по-разному. Некоторые картины мне снятся. То есть я их вижу во сне или в состоянии между бодрствованием и сном. И потом просто зарисовываю. А как выглядит ваше рабочее пространство, в котором вы пишете свои картины? Ну, хотелось бы, конечно, иметь мастерскую, но пока ее нет. Ну, может быть, там есть какие-то вещи, которые вас вдохновляют, или наоборот, нет ничего, чтобы была полная свобода творчества. На данный момент ни от чего не зависит, на самом деле. Конечно, хотелось бы иметь свою мастерскую, иметь свой стол, рабочее место, но этого нет. Чем вы больше всего гордитесь? Нет, мне пока рано гордиться. Я считаю, гордиться рано. Ну, может быть, у вас есть какая-то особенная ваша работа, которая вот больше всего вам нравится, и больше всего она людям нравится. Может быть, какая-то награда, что-то еще. Людям нравятся разные работы. Вот прям разные. Вот я вот сегодня показывала, нравится. Кому-то нравятся белые вороны, кому-то нравится мир в себе, кому-то нравится вот эта серия «Зигота» и «Моя Мадонна», кому-то очень нравятся иллюстрации. Поэтому сказать, что вот, ну, я испытываю гордость, что у меня вот эта пятая выставка, она в музее, музей Костеева. А какую-то отдельную работу выделить для меня сложно очень. Для меня они все мои работы. Так, скажем, те работы, которые мне совсем неудобно показывать людям, я их просто не показываю. И такие есть? Сколько у вас таких работ дома? Я сейчас не могу сказать, сколько у меня каких-то таких или не таких работ. Я вообще не в курсе. Я уже не знаю, сколько работ у меня есть. А какой была ваша вот первая работа, которую вы считаете прям началом вашего художественного такого пути? С чего все началось? В детстве я рисовала девочку в фате с радугой из макушки. Вау! Я ее помню, но ее нигде не сохранилось. Ну, это мне было года 4, может, 3-4. Ну, где-то так. Наверное, это было начало. Не знаю. Бабочки в животе. Ну, это вот в женском кругу обсуждали о том, что на самом деле женщины, ну, в современном нашем обществе женщины иногда забывают о том, насколько они ценные. На самом деле женщины, они уникальны, ценные. В природе всегда идет борьба за самку. Самки не участвуют в борьбе за самца. Они за самцами не охотятся, не ловят их, не привлекают. Они живут своей жизнью, приходит какой-то момент, и самцы за ними борются. И девушки многие об этом забыли. Вот эта картина, она об этом. То, что девушка, она самоценна. Парни должны за нее бороться. Вот. Вот эта картина о той победе, которая случилась в жизни каждого человека, который живет на земле. Потому что каждый человек на этой земле, он победитель. Потому что он обошел примерно около миллиона других конкурентов. В среднем. Вот. В период выставки случилась интересная история. Я вот тоже с гостями была здесь. И зашел мужчина, и он посмотрел на картину, и у него прям на глазах выступили слезы. Он подошел ко мне такой, скажите, скажите, о чем эта картина? Я, говорит, вот, ее правильно понял? Я говорю, а как вы ее поняли? Ну, это, говорит, о мимолетности жизни, о том, что бабочки, вот они живут очень недолго, и у него прям на глазах слезы. Ну, я ему рассказала на самом деле, какой смысл этой картины. Он говорит, ну, близко. Он немножечко по-своему, вот, близко к его личной истории воспринял эту картину. Но он так вот, говорит, ну, все равно похож. Я говорю, я пойду лучше только, я сейчас разрыдаюсь. Ну, то есть, вот настолько. Я не ожидала, что бабочки могут вызвать такие эмоции. То есть, для меня это было вот прям удивительно, что такая картина, яркая, положительная, может вызвать у человека вот прям слезы на глазах. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот вы начали рисовать в детстве. Ваши родители вас поддерживали в этом? КОНЕЦ Это сложный вопрос. Вот я говорю, нашлась в подвале работа, которую у моих родителей. На самом деле, мои учебные работы были выброшены. Мои родители взяли и выбросили большую часть учебных моих работ. КОНЕЦ 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 Хорошо, поняла. А насчет ваших детей. Вы бы хотели, чтобы ваши дети продолжили ваше дело или же, наоборот, занимались чем-то другим? КОНЕЦ Я думаю, что каждый человек должен сам найти свое дело. И если для них это их дело, то, конечно, я бы хотела. Но если у них есть свое какое-то дело, то я бы не хотела заставлять. КОНЕЦ Можете рассказать, с чего начинать начинающим художникам? Вот, допустим, у них уже есть свои картины. Как им открыть свою выставку? С чего им начинать свой путь? Какие бы вы советы дали? КОНЕЦ У меня, когда я вела мастер-классы, у меня постоянно регулярно приходил мужчина, уже пенсионер, преподаватель философии и истории. У него уже была выставка. КОНЕЦ Вам больше всего понравилась картина «Умай». Расскажите, почему? Что вас в ней привлекло? Что вас так зацепило? КОНЕЦ Мы с подругой обсуждали, что тут нет четких линий. Это как раз привлекает в этой картине. То есть художник, грубо говоря, не заморачивался. Он показал свои чувства. И про материнство, наверное. Ощущение, что это дочь с мамой. Мама дарит свое тепло, энергию. Передает это через какие-то точки определенные. КОНЕЦ И нравятся краски. Очень теплые оттенки, также смешанные с холодными. Сочетание всех цветов. И как раз этого желтого цвета, цвета солнца, который так греет. А почему вы сегодня решили прийти в музей? Ради какой-то выставки или же просто посмотреть? КОНЕЦ Просто посмотреть. На самом деле, это немного связано с нашей работой. Хотелось какое-то вдохновение от природы, от искусства. Поэтому мы пришли в музей. Но автопортрет – это такая популярная тема у художников. Есть мнение о том, что художники всегда рисуют только себя. То есть, в принципе, нам доступно рисовать только себя. Есть такое мнение, что кого бы и чего бы ни рисовал художник, он рисует себя. Вот. Автопортрет, не знаю, мне просто захотелось нарисовать себя. Это мы были в Тбилиси. Уже какое-то время жили там. У меня там ничего не было. Мы пошли, купили. Продавался круглый холст. Для меня это было что-то интересное, новое, еще не опробованное. Я захотела попробовать круглый холст, а на круглом холсте мне захотелось нарисовать себя. Вообще, круг – это как бы законченная композиция. Она такая цельная. Правда, говорят, портрет получился несколько тревожный. Я его закончила вот в декабре, перед январскими событиями. И вот как будто… Возможно, какое-то предчувствие тревоги на нем отразилось. Ощущение тревоги у меня, что в городе есть какая-то тревожность, оно появилось давно. Не в 21-м году, но еще, наверное, в 20-м году, что оно вот нагнетается. Я не знала, в какой момент его прорвет. Я чувствовала, что оно есть. Сегодня мы посетили персональную выставку Балхиима Бухамиджановой под названием «Сказки беременной Мурены». Полюбовались картинами и зарядились творческой атмосферой. С вами была Юлия Старостина и вы смотрели медиарепортаж на телеканале КМА. До скорых встреч!